Все дорого. Отдых дорогой. Спортивная, рыбалка, охота. Вообще дорого все. Можно купить за 30 тысяч ладу в хорошем состоянии за 30 тысяч. За 30 тысяч врань купишь минимум 200 тысяч, чтобы ездил. У меня ни кабины, ни чего нет. Экстрим полный. Как-то живем, выживаем. Сюда поднимается хариус по речке на нерест. Везли нас на лошадях. Потом Красновещерск, когда везли, посадили на какой-то шитик. И на шитике, шитик это видимо лодка какая-то такая большая. Впереди бежали лошади по берегам, а шитик тащился по воде, по вишере. Везли на голевую, высадили на берегу. А голевая, это как бы на пригорке. И так это все выкапывали как бы себе, как норы. И у каждого была своя вот такая норушка. Там литр много было. Десятки, да? Много. Очень много. И не только, ведь это вот как мы. Там из Ленинграда были Иван Курупаткин. Как они врачи. А как они туда попали, вот на голевую, я удивляюсь. Они оба врача. Курупаткина фамилия. Вот я запомнила, что Курупаткин. С вечера вроде всех как бы заложат в гнездышки. А утром уже то замерз, который то уже умерший, вытащат. Потом это стали строить. Одному дом построят какую-то, ну, избушку. Второму. У нас отец строитель. Так и пошло, и поехало. И выстроили дома. Стали выстраивать на голевой дома. С одной стороны один живет, с другой стороны другой. Вообще в семье об этом никогда никто ничего не говорил, не рассказывал. Вся эта история, вот, все, что мы знаем, это уже только последние годы. Благодаря вот Илье, моему сыну, который об этом разговаривал со старшими родственниками, они делились воспоминаниями. Это полотенце моей прабабушки Феликсаты. И здесь вышиты инициалы, то есть девичья фамилия Феликсата Белобородова. Затем она вышла замуж, стала Феликсатой Толстых. И у них родились дети. Фекла, это моя бабушка Фекла Ивановна, год рождения 1898. И у нее был брат Семен. Бабушка Фекла Ивановна тоже вышла замуж за Ивана Игнатьевича Маторина. Переехала к нему в деревню Маторина, это все Ирбитский район. И вот они начали свою совместную семейную жизнь. И дальше мы знаем о нашей семье из личного дела. На дедушку Ивана Игнатьевича в июле 1930 года было заведено личное дело органами НКВД. Это личное дело мы смотрели в архиве примерно год назад, вот со старшим сыном с Ильей. И оно начинается анкетой. Из анкеты здесь есть и состав семьи, имущество, которое было, как вот написано, до раскулачивания. Земли пахотные, покосные семь десятин, молотилка, четыре лошади, коров дуяных семь-восемь голов, телята, прочий мелкий скот. И было кожевенное производство. Вот это все два брата, Иван и Григорий, это все содержали. И когда началась коллективизация, а Ирбитский район, он очень активно в этом участвовал. Кто не вступит в коммуну, земли не дадут. Все отберут и пошлют в Урман. Урман – это лес. Но надо понимать, что для крестьянина земля – это жизнь. То есть жили полностью своим хозяйством, натуральным хозяйством. Выращивали зерновые, сами делали муку, хлеб. То есть полностью. Поэтому забрать землю – это забрать практически жизнь. Но не только землю забирали, даже забирали воду. Колхозники получили установку – выкачивать воду из колодцев единоличников. Вода выкачивалась, а в колхозных колодцах оставалась вода только для колхозников. Кто хочет пить, должен идти в колхоз. Ну вот были даже такие методы. И, конечно, проводились собрания. И на собраниях Иван Игнатьевич и его брат Григорий Игнатьевич, они выступили против того, что у них забирали хлеб, забирали всю их продукцию. Ну и после этого они были признаны кулаками. Вот я как уже говорила, 24 августа, я там не точно сказала, 24 августа 1930 года было заведено дело Маторина Ивана Игнатьевича. А в октябре 1930 года вся семья была выслана на спецпоселение. Была выслана на спецпоселение в город Ирбит. Здесь крупные лесопромхозы были, лесозаготовки, тоже были спецпоселки. И сейчас населенные пункты – это тоже большие спецпоселки, те, которые остались. Поэтому, конечно, Добрянский район – это тоже так же, как и север Пермского края. Цельных здесь тоже много, поэтому вот этот памятный знак, но здесь цветы, и вот он расчищен, то есть за ним ухаживают, он не запущен. Жизнь оборвалась в одночасти. Ворвались в дом, в кожанках с наганами. Хозяина дома нет, только жена с тремя малыми детьми. С криком плачем Фекла сгребла в охапку дочек и сына и вытолкали их с родного крыльца. А во дворе вовсю уже хозяйничают. Скот из клева выгоняют, крестьянский скарп на телеге грузят. Ох, коровы как ревели, когда их угоняли. Душа разрывалась на это смотреть. Спустя десятилетия со вздохом обронила бабушка Фекла в разговоре с внучкой. На тот момент у Феклы Ивана было две дочери – старшая Анна, Александра и сын Федор. На спецпоселение всю семью привезли в Ирбит и поселили их в Пассажи. Вот у меня есть картинка такая Пассажи. Вот такое красивое здание. Но, как я узнала из книги, здание Пассажа, оно строилось в Ирбите как театр. И оно действительно похоже на театр. Но когда понадобились торговые площади, здесь тоже газета Ирбитская есть, тоже Пассаж. Когда понадобились торговые площади, то жители города, не задумываясь, отдали это здание под торговлю. И вот пока существовала ярмарка, там были торговые ряды. А вот с 30-го года вместо торговых рядов появились нары, закутки и со всей округи туда свозили людей. И моя мама родилась вот именно на спецпоселении. Ну, скорее всего, в этом здании Пассажа. Я не думаю, что были какие-то больницы. Вот мама родилась 13 декабря 1931 года. Ну, около двух лет они пробыли в спецпоселении. А затем всю семью и Ивана, и Григория отправили на неосвоенный север Пермской области. В июле 1932 года они были высланы с Ирбита. На тот момент вот семья Ивана и Фёклы была, моей маме Галине было 7 месяцев. Старшим дочерям Анне 9, Александре 7 лет и Фёдору 5 лет. Единственный сын Фёдор, как мы знаем из личного дела, здесь есть протокол допроса бабушки Фёклы Ивановны. И там она говорит, что Фёдор помер. То ли он по дороге, то ли там вот в первое время, когда жили в Усть-Коревой. Вот, и как привезли в Усть-Коревую, об этом есть у нас воспоминания моей тети Александры Ивановны. В сторону дымка там, Хондос, да что там, всё вырубили уже. Вот там лес находился, березы так работали. Потом Сим, Красный берег, то же самое. Там всё с пушником, вот эта осина-береза. Ничего нет. Питомников нет нигде, питомники позакрывали. Сима-береза. Давай,." Рассмотрим. Рассмотрим. Т voit Areci-ка. Рассмотрим. 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 И yüz-甘ис. Жилось очень, конечно, туго Очень плохо жилось Только то хорошо, что все было натурально Рыбка натуральная была Вот мы вандыши опять все ловили Как? Вандыши Это рыба ловилась? Да Она вот такая, как килька Очень много Мы эту чашку большую сделаем Сверху марля И тут как бы дырочка в посредине В марле? Ага, в посредине в марле И туда как бы из береза вороночку сделаем Вот так И в воду поставим в эту воронку Вот она, хлеб, видимо, там хочет доставать И туда полная чашка наберется Мы потом ее домой-то вот принесем Вычистим И мама на этот налезет И в печку Они высохнуты Мы их как семечки Сначала там раскулачили В деревне все забрали В Маторину Увезли в орбит Да А потом, почему вас выслали-то еще? Отец, видишь, Маторин Он языком мог говорить Ага, ты умеешь хорошо говорить Тебя еще подальше надо Понятно Вот и все Старший брат Григорий сбежал по пути В Куревое Об этом тоже есть документально зафиксировано в личном деле Его жена и двое детей Но дети были взрослые подростки Они тоже сбежали Ну, то есть побеги, видимо, не были редкостью Но Иван и Фекла Имея на руках малолетних детей Об этом думать не могли Тем не менее Какие-то появились веские обстоятельства И наш дедушка Иван Игнатьевич Он сбежал с Усть-Коревой И могу показать единственную фотографию Дедушки Вот Маторин Иван Игнатьевич Фотография, видимо, с какого-то документа 1941 года Больше у нас фотографий дедушки нет Мужчины, конечно, трудились на лесоповале Женщины на лесосплаве Ну, труд был очень суровый Ну, вот про женский труд вспоминает уже моя мама Кто работал на лесоповале Те привозили, лошадки возили бревна, лес Складывали так на берегу А потом эти баланы, когда решна придет Их скатывали в вишеру И они повышали так Они повышали, так плыли Застревали на островах, на берегах И вот все вот так по горло Мама ходила Баграме, Багры называется И все это Лес потонуло народу много Вода холодная Мерзли, умирали Это 1936 год Значит, это Жили еще в Усть-Горевой Но где-то фотографировали Не знаю Вот бабушка Фекла Ивановна Старшая дочь Анна, Александра, Галина и Вера Следующая фотография Это, скорее всего, уже в Березняках Тоже бабушка со своими дочерьми Александра, Анна, Галина и Вера Вот здесь уже тоже, скорее Вот это уже Березняки И уже более взрослые Старшая сестра Анна, видимо, уехала В Нижний Тагил Бабушка Фекла Ивановна Дедушка Гаврила Иванович Прошкин Вот это его внучка Такая семейная фотография Здесь уже вот три сестры Со своими мужьями Все сестры получили образование Профессиональное образование То есть была хорошая работа И вот со своими мужьями Это Галина, Константин, Вера, Федор, Анна, Михаил Вот сестра Александра, видимо, со своим мужем Анатолием На тот момент жили в Алма-Ате Вот эту фотографию я уже хорошо помню Это также вот четыре сестры Вот и мы, младшее поколение Бабушка Фекла Ивановна У бабушки пятеро внуков Здесь нет старшего внука Владимира Он на тот момент был в армии Вот Галина, Александра, Анна, Вера Вот четыре сестры Начальную школу окончили В Усть-Горевой А дальше, чтобы учиться уже в средней школе Нужно было ходить в Велс за 18 километров Ходили по тайге одни То есть там, вы понимаете Взрослому по тайге идти страшно А это ребенок идет один по тайге Но тем не менее, вот бабушка Она сама была неграмотная Бабушка из того поколения Которая умела все делать по хозяйству Умела выполнять любое сельскохозяйственную работу Рукоделие, все Вот у меня сохранилось веретено Бабушке Фекла Ивановна веретено И я помню в детстве, как она им легко управлялась Вот, но ни моя мама, ни я Мы уже не умеем прясть на веретене И тем не менее, бабушка, будучи сама неграмотной Она понимала, что детям нужно дать образование И отправляла в школу Зимой ходили вслед за почтовыми санями И вот вспоминает уже Александра Ивановна Валенки были одни на двоих Ну, понятно, что и еды практически не было Одежды практически не было Ну, вот как могли, что-то на себя надевали И были даже, может, не валенки А такие обудки они говорили И вот одна сестра уйдет вслед за почтовыми санями В этих валенках, обудках Обратно посылает другой сестре Другая сестра надевает и тоже идет Вот и ходили так Или по берегам вишеры Это когда уже осенью, весной по берегам вишеры Вот я вспоминаю, как мама Вот у нее это, видимо, очень запечатлилось Вот этот вот страх, когда она идет одна Боится вот всего, не знает Или диких зверей боятся больше Или беглых, потому что были беглых много в тайге Вот, но тем не менее они школу окончили И вот интересно, что они не озлобились Ни бабушка с дедушкой, ни мама и моей тети В них не было уныния, не было озлобленности Наоборот, то есть у них вся жизнь проходила в труде, в труде, в труде А если праздник, это было веселье от души Это был стол, но на стол это главное, это была картошка И все, что можно с картошкой Вот, обязательно пели песни И мы, вот, двоюродные мои братья и сестра Мы все эти песни с детства у нас впитаны Мы их знаем и тоже поем теперь на своих встречах Пели, танцевали И бабушка тоже, она сохранила жизнелюбие Несмотря на вот эти все суровые испытания И когда к ней стал свататься вдовец Гаврила Прошкин, Гаврила Иванович У него жена умерла при родах усть-горевой Но медицины там никакой не было И он, когда выбрал бабушку Феклу Он сказал, я буду жить с Феклой И с ней мне будет веселей прожить Вот, у Гаврила Ивановича было двое сыновей Но они уже были взрослые подростки У Феклы Ивановны четыре дочери Вот, они соединились, стали жить вместе И, что называется, всех детей Выучили, вырастили, подняли на ноги Ссылка закончилась в 1946 году То есть, моя мама провела усть-горевой 15 лет Все детство и юность, можно сказать И в 1946 году вся семья переехала в город Березники В Березниках шло строительство колейного комбината активно Там требовались рабочие руки И дальше уже жизнь шла в Березниках Три сестры остались в Березниках И вот мы там тоже родились, выросли И сейчас двоюродные мои два брата и сестра живут в Березниках А старшая дочь Анна, она уехала к родному отцу Ивану Игнатьевичу в Нижний Тагил То есть, он когда сбежал, он остался жив Ну, видимо, жил на полулегальном положении Тем не менее, вот, скорее всего, в Нижнем Тагиле были его братья И он с братьями, они также строили дома Ну, вот как-то свою жизнь вот так вот налаживали В августе 2021 года я с сыновьями и со средней дочкой Побывали на месте поселка Ость-Каревая Вверх повешали, мы поднялись на лодках-челдонках Ну, вот уже на моторах И, конечно, когда нас лодочники везли У меня возникла такая мысль, что нас могут выгрузить практически на любом Крутом берегу И сказать, что вот это Ость-Каревая Никак зафиксировать место мы не можем Но когда мы причалили к Крутому берегу и поднялись по такой тропиночке вверх И увидели табличку Памятный знак Ость-Каревая Который поставлен в ходе экспедиции по рекам памяти Общество-мемориал И я очень благодарна участникам этой экспедиции Сотрудникам мемориала за вот этот памятный знак и за память Для нас это очень важно Важно и для памяти нашей страны И конкретно для нашей семьи Вот, ну и на этой поляне вот Мы поднялись Сколько могли мы походили Там трава просто врос человека И такие возвышенности Ну, угадывается, видимо, там были дома И мне запомнилась вот посреди поляны Йоная березка С такими зелеными свежими листочками Вот мы оставили четыре алые ленточки Как в памяти четырех сестрах Которые провели здесь свое детство Приломили хлеб Вот так почтили память и место Где прошла ссылка дедушки, бабушки И моей мамы, ее сестер Которые пиусы Которые пиусы Субтитры создавал DimaTorzok